Всех витаю, дорогие мои друзья. Валера, привет зрителям. Таня соскучилась. То я к ней еду, то она ко мне едет все время. Да, это точно. Уже вообще не сможем даже каждый день жить, знаешь, без друг друга. Света вот сегодня тоже дома. Да, приветствую тебя. Тамара тут тоже. Все здесь, все-все-все тут. Да, Валера плов приготовила, посмотрите. Вкуснющий плов какой. Товара холодец, смотрите как. Шум лежит на плов, надо бесполезать. Тамара еще там сейчас, сейчас готовит Тамара беляши, беляши. Еще не начала, но будет беляши. Ладно, потом покажем. Но Таня тоже. Что-то в этот раз у меня все вот так. Я туда, сюда. Таня тоже приехала, уже тут же уезжает. То есть у нас движуха, движуха. Все, приятного нам аппетита. Да, да, все куда-то бегут, спешим. Да, все, давайте. Потому что у меня слюнки текут. Все, пока. Так высоко подниматься, боже мой. Приехали в отель. Где он номер? Ой, в обратную сторону. Валера, ты где? Потерялись. Куда он убежал? А, ты где? Я же тебе говорю, ты где? А, вот есть вход. Есть? Ну, все правильно. А что-то она у нас послала кругами. Непонятно. Какие-то лестницы. Ох, и жарко здесь, да? Ну, значит, еще две комнаты. Ну, здесь две и там две, значит, четыре. Правильно, на сколько человек? Все. Две, и не заказали. Комнаты. Валера, привет. Привет. Мы на территории Польшей находимся. Дождь сегодня шел. Ой, мы так устали, границу проходили пока. Сейчас все расскажу. Сейчас все расскажу. Сейчас покажу, расскажу. Всех витали, дорогие мои друзья. Встану подальше от камеры, чтобы вы меня видели. А то мне сделали замечание, что вот ты не влазишь в камеру, твое лицо. Дело в том, что я держу на улице камеру, чтобы было слышно вам. Ветер же разносит мои слова. А чтобы было слышно, я вот так вот близко подхожу. А могу вообще далеко-далеко стоять? И вам говорят, привет, я такая худенькая. Не, ну понятно, что я не худенькая. Но вот сегодня вот селфи-палку поставила и могу с вами говорить. Дорогие мои друзья, еще раз витаю. Мы находимся на территории Польши. Вы знаете, эти дни были такие суматошные. Была в селе, из села Вкани. В Каневе мы только переночевали. Мы же я там пока поприбирали, пропылесосила, рыбу пожарила. Мы поели, карты поиграли. Быстренько, утром рано, в полшестого мы выехали. Потом прибежали. Какие еще дела, бля, еще сборы же надо было. Собраться там, купить какие-то подарки. Еще что-то. Почему я еду? Вы скажете, о, сейчас начнется. Я вас знаю. Вы сейчас скажете, а, Люба поехала опять за, как это называется, за пособием или еще как-то там что-то называется. Как мы тогда с Таней ехали в Швейцарию. И началось. Так, значит, расскажу, что у нас за поездка. Я уже ездила вот по Европе. Вы видели, мы с сестрами ездили. Внучек я увидела. Довольно все. Конечно, очень расстроилась, что я опять уезжаю, не увижу своих внуков надолго. Приехала, а тут мои знакомые говорят, мы едем в Германию. Если хотите, мы вас подвезем. А что, машина прекрасная, мягкая. Я еще таких машин не видела, таких гусеньких. Первый раз, может, на такой шикарной машине ехала. Место есть. Еще, говорит, два человека можем взять. То есть в машине четыре человека нас сидели. И мы с Валерой поехали, потому что Галя говорит, тоже без Валеры не могу. Жить не могу без Валеры. Приезжай, Валера. Люда говорит, папа, ничего не знаю. Валера говорит, я не поеду. А нет. Папа, приезжай. Внуки тоже скучают. Приезжай. Короче говоря, Валера тоже быстро собрался. Хотя он собирался на рыбалку, но уже тоже бегал в последние дни. Из холодильника в своей комнате тоже, ну, в своей квартире тоже все выносил. Бегал и нам привозил, и в каньбу возили. Вот так, вот так. Я же говорю, мы с Валерой даже некогда было снимать видео, честно говоря. Но я это успевала хоть ночью, там сделаю-сделаю видео. И вы видели, что поздно выходило видео. Вот. Собрались. Ну, а как же, если мне предлагают место, если мне предлагают еще и бесплатно проехать, еще и места такие шикарные, сзади, хочешь лежи, хочешь впереди сиди. И такая радость, что я увижу снова опять всех внуков. Быстро, правда, я ненадолго, ненадолго кого-то успокою я. Ненадолго. Еще раз, кто там говорит, там едет за пособием. Пособие я не получаю. Узбогойтесь, дорогие мои. Пособие я не получаю. Мне дали такой листик. Вот знаете, я смотрела одного блогера, Портнов, может, вы смотрели, в Америке, Силиконовая долина. В Силиконовой долине он живет, у него там канал называется, Силикон, что-то такое, ну, на английском. И он как-то показывал, говорит, я показал паспорт свой. И после этого YouTube ему заблокировал. То есть документы нельзя показывать на камеру. И он еле-еле восстановил свой канал. И это помня, я теперь не показываю, и вообще не показывала, и хотела показать, но уже никакие документы я не показываю. И вот этот листочек, хотите верьте, хотите нет, мне дали такой вот листочек, что я денежки не получаю. Банк, счета у меня закрыты. Открыла я его для того только, чтобы получить визу, чтобы, если нужно для Насти и для внучка, я чтобы могла быстро переезжать. Каждый украинец может быть в Европе 60 дней. Вот просто вот может быть 60 дней. А мы сделали для того визу, чтобы я могла в любой момент собраться, вот как сейчас, и приехать не 60 дней, а если чаще может быть. И вы видите, я сколько времени была в Европе. Так что еще раз пообщаться со своими родными, со своими внуками, побывать здесь. Я бросаю все. Вы знаете, Люба любит путешествовать. Больная нога, не больная нога, но она едет. Так что еще раз побывать своими внуками, побыть с ними, это хоть один день, хоть два дня. Как уже получится, но буду. Приеду в Германию. Оттуда я уже уезжаю. Это я уже расскажу потом, конечно, но я там буквально пару дней, пару дней, и еду в Прагу, и буду в Праге. И там тоже недолго, и еду обратно в Киев. И даже, ну, потом расскажу все, потому что все планы рассказать будет неинтересно. А должен быть какой-то сюрприз, сюрприз для вас, да? И будет очень интересный сюрприз для вас, дорогие мои зрители. А я люблю делать сюрпризы. Вот. И мы сегодня проехали. Хочу сказать, что проехали хорошо. Да и утром рано выехали. В 5 часов у нас заканчивается комендантский час. Мы выехали в 5 часов. За нами заехали. Мы в 5 утра выехали уже из Киева. Ехали по темноте. Потом, значит, мы приехали. Это было даже уже 12 часов дня, по-моему, если не ошибаюсь. Мы приехали во Львов. Вот. И там мы немножко так отдохнули. В 3 часа мы приехали на границу Щегини. Или Щегини, или Щегини. Такая вот граница. Приехали. И, в принципе, проехать реально было быстро. Если бы мы раньше даже приехали, мы бы проехали буквально... В очереди мы стояли где-то час в очереди стояли. Там всего лишь 12 машин. Мы сами что-то промедлили, что-то не туда поехали. Поэтому оказалось, что мы где-то час стояли. Вообще, в общем, можно было бы даже и минут за 40 очередь пройти. Помните, в прошлый раз мы на Краковце стояли очень долго. А это быстро мы прошли. Затем украинскую мы прошли тоже быстро. границу, а в Польше стояли очень долго. И знаете, чего мы в Польше задержались? Там они заставили... Девушки были за рулем. Заставили этих девчат сдирать вот эту защитную пленку. Оказывается, нельзя заезжать вот это... Как это называется? Валера? Валера вышел уже куда-то. Вот это что? Затеняющая пленка так вот клеится. Короче, забыла, как назвать. Потом у Валеры спрошу. Вот эту пленку надо было содрать. И они бедные стояли, сдирали. А время-то идет и идет. А мы стоим уже. Думаю, ну когда же мы уже пойдем? Вообще люди быстро проходят. А мы что-то стоим, ждем уже. И в польской границе, говорит, пока она не уберет, мы не поедем. Я бегом в интернет, думаю, как же быстро это убрать. Там написано феном один уголочек там погреть, а потом можно спокойно вынимать. Ну, смотрю, они что-то, девчата, одно стекло убрали, второе что-то... Короче, они что-то там повозились-повозились, но долго тоже. А потом их пропустили. А я ж так, масло я спрашивала. Видимо, не знаете, раз не написали. Поэтому переживаю за масло. Тамара еще беляшина нажарила. Я сделала бутерброды. Я сделала с хлебом. Ой, понятно, что с хлебом и с колбасой, и хлеб и с сыром. И с сыром гауда, сыром такой. Думала, мы по дороге будем ехать и кушать, и вот угощать знакомых буду. А они, нет, говорит, мы не будем кушать, мы не хотим. Мы заехали кофе попили пару раз. Потом обедать, ну, немножко там поели. Остается, смотрю, остаются бутерброды. Я нервничаю, не хочется выбрасывать. Потом смотрю, там котики есть. Я котиков покормила на заправке бутербродами. Потом смотрю, ну, а я ж много сделала. Я ж была на 4 человека, знаете. И только 4 человека. Вот, и получилось, что остались бутерброды с сыром. Много осталось бутерброда с сыром. Колбасу уже, вот я же говорю, и покормила, и туда, и сюда. Думаю, колбасу не должно быть. И за масло переживаю. И беляши остаются. Думаю, вообще, что делать? Думаю, штрафануть нас. И жалко выкинуть. Тамара пекла-пекла. И жалко выкинуть. Думаю, нет, я провезу. Скажут. Нет, одно дело. Если бы сказали, выброси. Да уже бы и выбросила. Знаете, все, что они скажут. Ну, лишь бы штраф не дали. Ну, штраф вдруг дадут. А то же, что знаем. Думаю, подсолнечное масло. Господи, взяли-то мы его всего. Каждому там по 3,5 литра мы взяли. Ну, и знакомые тоже взяли по литру. Получается, вот с Валерой на двоих взяли 3,5 литра. Думаю, ну как же ж, как же ж. И яблоки, яблоки я взяла. В этот раз, в прошлый раз мы с Таней взяли. Поэтому пожалели, что мы мало взяли. Я думаю, в дороге 4 человека яблоки будут кушать. И, может, там чуть-чуть провезем. И, тем более, Таня на вкусные яблоки Таня ждала на дорогу. Что делать? Думаю, возьму, не буду выбрать. Думаю, ну, если что, уже заплачет тут сразу. Ну, что делать? И, вы знаете, в прошлый раз, когда мы Краковец проходили, то нас заставляли все вытаскивать из машины. Выносили вот такая скамеечка. Есть на скамеечку. Все ставили. Он везде заглядывал. Он в прошлый раз такой веселый парень был. Такой доброжелательный. Все расспрашивал. Это поляк. Расспрашивал. Ну, такой, ну, личное что-то там расспрашивал. Там что-то за машина. Тут и седы. В прошлый раз. А в этот раз даже девушки были. Только они так посмотрели, посмотрели, посмотрели. Это что у вас? Это магометалличные вещи. А это что? Ага, это, это, это. Все, говорит, проезжайте. Мы были в шоке. А, знали бы, мы бы взяли больше. И проехали. Так что говорят, на кого как попасть. Поэтому вы не говорите. Мы взяли, а потом на штрафанули. Поэтому я не отвечаю за пограничников. Может, нельзя было. Но нам так повезло. Так что масло подсолнечное мы все-таки везем. И, друзья, мы еще раз увидим внуков. Увидим и Светланку, и Оксану. Ну, посмотрите. Всех, всех. И Настю, и всех. И Люду. Всех увидите. Все. Теперь покажу, как мы тут устроились. А сейчас еще машину ставят. Знакомые наши ставят машину. И я думала, мы как, знаете, как хостел. Они все заказывали. Как хостел. А тут, видите, оказывается на двух человек. Сейчас покажу. Еще не сказала, мои знакомые не хотят на камеру показываться. Поэтому я их показывать не буду. Может, будете их слышать, но видеть не увидите. Ну, знаете, они все же хотят сниматься. Коридор, как мы шли, я вам показываю. Номер вот такой. Но, знаете, мне говорили, что здесь есть бассейн и сауна. И можно до 11 часов даже здесь быть. Я так хотела. А забыла взять купальник с собой. Представляете? Купальник забыла взять с собой. Визер. Диваны, кресла. Такой вот номер. Есть холодильник. Есть чайник. Есть чашки, чай, сахар, водичка. Ужин и завтрак у нас включено. Тапочки. Все, дорогие мои, все, я вам показала вроде бы. Санузел еще. Санузел как? Санузел, да. Во всех гостиницах, наверное, одинаковый. Почти. Ну, что-то, если интересно, я вам всегда показываю еще. Так, ну все. Вот так мы обустроились. Забыла же еще вам сказать. У нас же новость большая. Валера уже давно бросил курить. Может, он теперь будет еще долго выдержать. Поэтому мы сигареты не провозили даже ни одной пачки, представляете? Так что у нас прогресс. Я забыла еще, хотела вам в Киеве сказать, еще когда в село ехали. Я думаю, скажу, забыла. Вот он думал, ладно, завтра расскажу в Каню и тоже забыла. Так что вот это большая радость. Еще бы мне на Диту сесть, и все. Это было бы идеально вообще. Мы были бы во всем идеальны тогда. И я, и Валера, и вообще все. А я говорю, ничего примечательного здесь. Красависы здесь есть. Как обычно нажимаешь, если... Ну что, есть? Да. А ну дай, подожди. Где-то же тут надо нажимать. Не может же быть, чтобы не... А ну а что, да посмотри с этой стороны. А, нет батарейки, да? Батарейки есть? Есть? Да. А тогда выкал-вкал там есть? А, ну есть. Лучил? Угу. А ну давай. Сейчас посмотрим, сколько Валера весит, когда едет в Германию. Не работает. Не работает, да? Вот жалко. Для чего тогда весы вот этого? Лишь бы было называется. Только хотела похвастаться. Вон, смотрите, весы есть. Ой, да. Все. Что тут такие виды. Ну да. А, так еще что? Я хотела рассказать. А, да. О, что-то торчит у меня здесь. Валера уже смотрит, вон, телевизор польскую, программу. Польский. А, сегодня как ты разговаривал, не понимаешь, а разговаривал как-то по-польски. Что она тебе говорила? В этот... Ну, что это, ужин будет с шести. Не-не-не, на границе когда были. Она тебе что-то говорила, все время говорила. А вы к человеку, я говорю, к внучкам везет. А, понимаете, внучка? Понимаю, да. Я говорю, а что, вы меня понимаете? Украинский, говорит, паспорт чуть-чуть. Первая помощь, что-то тебе говорила, говорила одно и то же слово. Все бегало бы. Нельзя, говорит, сюда, я хочу переехать на другую. Она, говорит, нельзя. Вот она, говорит, краску стерет, говорит, затемненку с окна. Вот, затемненка, я не могла вспомнить это название. Да, потом поедете, потом поедете. Так она же только с одного стекла, правильно же? С обоих она сняла, говорит. А с обоих она сняла? А, она еще раньше стояла, оказывается? Да, раньше стояла. А, поэтому тогда... Ага, понятно, понятно. А я думала, что она одну стерла, ее пожалели и уже дальше. Отправили, я думала, нет? Пока они с дерла не успокоились, да? Понятно. Ой, Валера так смешно, так ей что-то говорит. Она ему тоже рассказывает, а он кивает головой, как будто что-то понимает. Да, 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 да. А я, Валера приходит, я говорю, Валер, ты что понимаешь? Он говорит, да я не пойму, говорит, что говорит, говорит. Ну, видишь, все делал. И капот открыл, и то, и все, и что надо. С Галей разговаривай. Что-то плохое соединение вообще. Галине Валентиновне без Валеры жить не может. Куда там? Идем ужинать. Здесь музыка играет. Ого, какой зал огроменный. Такой вот еще и музыка играет. Можно танцы устраивать. Здесь вся посуда, помыто, цветы. Все, сейчас быстренько пробегусь, покажу вам ужин какой у нас. И завтрак тут же у нас будет с вами завтра. О, это супчики. Ух ты, супчик сейчас поедим. Здесь вот, ой, и рыбка у тебя, и жарю. Ух, и картошечка, и рыбка. Все, вкуснятина, Валера, идем. А Валера себе пиво взял, ага, купил. Пиво не входит. А где их сядешь, садись. Картошечку, а как же без картошечки. Бутербродов полно, беляшей полно, а мы набираем все равно еды, да. Потому что идут они, да? Да, у нас есть место. У Валера пошел искать горчицу, нашел уксус. Уксус. Душевые кабины здесь такие. Все не буду показывать. Вот здесь вот есть саун, видите, двери я вам покажу. Но людей не буду показывать. Что все-таки купаются люди. Здесь вот даже джакузи есть вот здесь тоже. Бассейн, ой. А это бассейн такой. Музыка опять-таки играет, мешает снимать. Люди есть, только я их не снимаю. Смотрите, какая прелесть, да? А я не могу купаться. Я, правда, делаю такие, знаешь, трусы. А я, конечно, купалась эта помощь. И трошечки можно не хочет из здоровья. Да, да, да. О, какой у тебя педикюр красивый. Ты весь. Ну, если бы не было мужчин, я бы, конечно, сейчас залезла бы. Пизднейший, может быть, и я залезу. Я приду попозже. Решила. Скользко так. Я думала, никого нет. Я сейчас тут быстренько окунусь. И хочется. Но оставляю. Иду сама. Знаете, какая здесь красота. И всё входит в стоимость. Представляете? С детьми можно здесь. Видите, как хорошо. Шикарно. Сейчас в восемь, приду в десять или в одиннадцать.